Стали известны имена, получившие звание «Чудо-чадо-сургутнефтегаза». В театре «Сургу» состоялся финальный этап традиционного ежегодного конкурса среди детей-нефтяников. Конкурс детского творчества «Чудо-чадо-сургутнефтегаза», ежегодно проводимый акционерным обществом для детей-сотрудников, традиционно пользуется большим успехом. В зале всегда аншлаг. Жили-были волк и семеро козлят, только козлята маму слушались, а он совсем никого не слушал. В конкурсе принимают участие дети в возрасте от 6 до 15 лет. Ребята выступают в любом выбранном имя-жанре – вокал, инструментальный номер, хореография или художественное чтение. По результатам отборочного тура были определены лучшие конкурсанты. И, наконец, в финале 60 юных артистов представили зрителям 37 номеров, которые в этом году были посвящены теме мультконцерт. Мы заранее называем тему конкурса, поэтому подготовка к конкурсу идет очень серьезно. Это задание для детей, для родителей, для педагогов. То есть дети изначально подбирают материал и готовятся. На сцене совсем еще юные звезды ведут себя вполне раскованно. Хотя, по словам участников, это иллюзия. Анастасия и Ян танцуют вместе уже не в первый раз, поэтому знают, как справиться с волнением и помочь своему партнеру. Ну, бывает, как-нибудь, за руки подергаю, по всякому потрясаю. Анекдоты иногда мне рассказывают. Даже бывает такое. Победителей определили в каждой из двух возрастных категорий. По мнению зрителей, абсолютно все номера были по-своему хороши. Мне очень понравился концерт, очень понравилось, как выступили, ну, как мой ребенок в целом. И вообще все детки очень старались. Это вот было первое отделение. Тут были самые маленькие детки от 6 до 10 лет. Вот, просто поражаюсь, какие талантливые дети вообще. По итогам конкурса в младшей возрастной категории гран-при присудили Анастасии Четвериковой, которая исполнила песню «Масленица-полезуха». А первое место заняла Юлия Галиева с танцем «Лемур». Среди старших гран-при достался Сергею Большову, а первое место у дуэта Анастасия Островская и Дмитрия Мустяца. Но самой большой наградой, наверное, все-таки были аплодисменты мамы-пап. Яна Сутормина, Алена Милина, Александр Бабаев, телерадиокомпания «Север».